Единая Россия против оранжевых чумы. Сегодня руководитель фракции единороссов в Госдуме Андрей Воробьев выступил с эмоциональной речью в парламенте и предложил депутатам принять совместное заявление против оранжевого сценария в России. Необходимо понимать, что существует ничтожная группа лиц, которые хотят хаоса и революции, уточнил Воробьев. Повышенный уровень оранжевой угрозы в России был объявлен сразу после первых уличных протестов. Еще 24 декабря, одновременно с митингом на проспекте Сахарова, на Воробьевых горах под эгидой Сергея Кургиняна прошла акция против оранжистов. Ну а в прошлую субботу под лозунгом «Нет оранжевой чуме» прошел митинг сторонников кандидатов президента Владимира Путина на Поклонной горе. Сам Путин поблагодарил участников этого митинга за бдительность. Ну, о том, зачем в России вспоминают об оранжевых революциях, расскажет Юлия Таратута. Профилактика оранжевой чумы Кремль озаботился в 2004-2005 годах на волне цветных революций в странах СНГ. В рекордные сроки была создана сеть прокремлевских молодежных движений. Федеральная наша, молодая гвардия, московская гражданская смена, подмосковные местные. В их уставные документы была вписана борьба с оранжевыми настроениями и деструктивными антироссийскими силами. Основной деятельностью стала уличная активность. Митинги, собиравшие до 100 тысяч молодых патриотов, призваны были продемонстрировать, что ресурсы антимайдана есть. Врагами на первых порах была признана действующая молодежная оппозиция. От умеренных правых, яблока, СПС и отпочковавшихся от них движений «Да» и «Оборона», до левых радикалов НБП и авангарда красной молодежи. С подачи Кремля появились первые правки в закон о некоммерческих организациях, финансируемых иностранцами. А процедуру избрания ректоров российских вузов заменили фактическим назначением. Руководители вузов должны были страховать государство от студенческих волнений. Кураторы антимайдана озаботились даже кумирами молодежи. В Кремле прошла серия встреч российских рок-музыкантов с замглавой администрации президента Владиславом Сурковым. С 2006 года роль антиоранжистов стала исполнять «Другая Россия» оппозиционная коалиция, планировавшая принять участие в думских выборах 2007 года. Делегаты от организации к выборам допущены не были, а ее акции протеста, марши несогласных, на время действительно стали головной болью для Кремля. Однако силовые разгоны манифестации сделали свое дело. В реальную силу уличный протест так и не перерос, а лидеры другой России не сумели договориться при дележе оппозиционных портфелей. Антиоранжевая риторика окончательно утихла в 2008 году, когда позади осталась думская компания «Единая Россия», которую возглавил Владимир Путин, и успешно проведенная операция «Приемник». От антиоранжевых лозунгов отказался даже молодежный лагерь «Селигер» – место традиционного сбора актива движения «Наши». С новым президентом Дмитрием Медведевым молодежь должна была заниматься инновациями, а не борьбой с утихшим Майданом. Нынешний антиоранжевый реванш в Кремле объясняют случайностью. Сергей Кургинян якобы сам пришел с идеи антиоранжевого митинга, и ему просто не отказали. Но митинг на Поклонной горе уже стал жить собственной жизнью, он уже стал антимайданом, на который, правда, и не позвали ждавшую звездного часа патриотичную молодежь. Спасибо, Юлия Таратутия. И мы продолжаем обсуждать и эту, и другие основные темы сегодняшнего дня с подошедшим гостем. С нами в студии Владимир Мединский, депутат Государственной Думы, он фракции «Единая Россия», бывший депутат Государственной Думы. Вы мне подали знак, бывший депутат, но, тем не менее, член Генсовета партии «Единая Россия» и доверенное лицо к президенту Владимира Путина. И к нам присоединился еще один сегодняшний гость. Это Михаил Шмаков, председатель Федерации независимых профсоюзов и также доверенное лицо кандидата Владимира Путина. Давайте оттолкнемся от той темы, которую сейчас буквально освещал наш коллега Юлия Таратутия, по поводу обсуждения антиоранжевой кампании, прошедшей сегодня в Государственной Думе. Верите ли вы в то, что такая угроза действительно существует, и не зря волновались депутаты «Единой России» сегодня и остальные депутаты во время сегодняшнего заседания? Есть ли такая угроза? Ну, я не знаю, что сегодня было в Государственной Думе, поэтому мне трудно об этом говорить. Но то, что существует, некая оранжевая опасность, это, безусловно, так, судя по некоторым процессам, которые идут. Поэтому я думаю, что депутаты вправе заинтересоваться и озаботиться этой проблемой. Скажите, а оранжевая угроза, это вот как вы ее... Не, а что мы поднимаем под оранжевую угрозу? А мы хотим понять, что это такое. Да, я тоже не понимаю. Это оранжевый шарфик, это не оранжевая угроза. Вы говорите, что угроза есть, значит, вы как-то для себя ее формулируете. Это проникновение засланных в Вашингтонский обком каких-то казачков? Ну, зачем? Или украинским обкомом. Сколько угодно рассуждать здесь о всяких обкомах, киевских, там, Вашингтонских и всех прочих. Но мы видим процессы, которые происходят в мире, в различных странах. Ну, взять Ливию, там, Сирию, Египет, к чему они пришли. То есть, Вы их негативно оцениваете? Это же совсем разные процессы. Нет, секунду. Вы мне задали вопрос, я вам отвечаю. Поэтому Вы сначала дослушайте, а потом будете меня дальше перебивать. Так вот, есть процессы, которые запускаются примерно по одному механизму. Но здесь налицо у нас сегодня признаки такого же процесса, который происходит. Вот у нас в России такой же, как в Египте, предположим. Вот и все. Владимир, как Вы чувствуете? То есть, есть ли правда угроза и стоит ли немедленно начинать с ней бороться? Может, это можно убить? Ну, на мой взгляд, угрозы оранжевой революции в России нет. У нас уже была оранжевая революция, на самом деле, в августе 91-го года. Это был либеральный переворот. Это было все традиционно, группа энтузиастов. Широкая народная поддержка в столице. Полная пассивность по всей стране. Но революции всегда делаются в столице. Ну и как обычно, то есть, замышляются революции. Но Петер тоже поддерживал. Давайте все-таки не будем. Практически нет. Революция замышляется романтика. Я была так. Как жительница Петербурга с вами не согласится. Петербург это почти столица. Даже больше, чем столица. Это культурная столица. Это мы почти столица. А Петербург это... Поэтому оплодами пользуются негодяи. Как любой революции. Поэтому она у нас уже была. А негодяи это кто? Кто воспользовался плодами 91-го года? Те, кто приватизировали госсобственность без чести и без правил. Почему тогда сейчас эту приватизацию не отменить, если очень многие недовольны? Потому что если отменить приватизацию, то будет гражданская война. Вы себе представляете хотя бы... У вас квартира есть? В Москве нет. В Питере есть? В Питере есть. Приватизировано или новостройка? Нет, старый дом. Старый дом. Вы себе представляете наряд милиции приходящей, которая забирает вашу квартиру, вышвыривает вас на улицу? Бывает такое. Давайте мы немножко отвлекаемся от нашей генеральной линии. Что происходит на заводе? Просто хочется закончить уже оранжевую тему и перейти к политехническому музею. Я бы уже закончил. Вы считаете, что угрозы нет? Я считаю, что угрозы нет. Зря беспокоятся ваши коллеги по партии. Есть попытки дестабилизации, которыми, естественно, пользуется оппозиция. Она пытается оседлать толпу недовольства горожан в крупных мегаполисах, особенно в Москве и в Питере, в связи с результатами выборов. Ну, в самом деле, результат выборов – это повод. Есть общее недовольство многих людей. Проблемы в судах, проблемы с бюрократией, проблемы с чиновниками, проблемы с силовиками. Масса проблем в жизни. Но это же проблемы, которые не сегодня возникли. Проблемы с пробками накапливаются. Но они накапливались и все эти 12 лет. Безусловно. И дальше... И тем не менее, такой огромный кредит доверия у вас остается. Часть людей эта ситуация достала, она выходит на улицы, это вот рассерженные горожане, так называемые. Естественно, в волне этого народного протеста, который, кстати, вполне достоин рассмотрения и, на мой взгляд, взаимодействия с ними, оппозиция всегда пытается на этой волне запрыгнуть. Понимаете, в феврале 17-го года тоже, по большому счету, предпосылок для социалистической революции не было. Была волна народного протеста, которых достали, там, затянувшаяся война, там, увольнения, перебои с хлебом, еще там, холодная зима надоела. Перевод времени на час многих возмущает. Это все вот достало вместе, а плодами пользуются, как обычно, негодяи. Могу вам перечислить негодяев 17-го года, вы их знаете. Нет, в 18-е это уже неинтересно. Ну, а все то же самое. Все то же самое.